В эфире ежедневный спортивный обзор Подробнее об этом в ближайшие 5 минут Очередной суперфинал береговой волейбольной лиги определил лучшие любительские коллективы Сибири в смешанных составах На площадке соревнуются команды в формате 4 плюс 2, 4 мужчины и 2 девушки Подробности расскажет Константин Вухтатов Для многих мечта выйти на главную волейбольную площадку региона, где свои матчи проводят локомотив Правда, не все так просто, ведь на протяжении сезона команды соревнуются на школьных площадках Там, прямо скажем, тесновато У тех команд, которые не просто не привыкли, а впервые попадают на центральную площадку города Существует такая дезориентация в пространстве Здесь нет тех стен, которые задают пространство, которые помогают ориентироваться при атаках, либо при подачах Я участвовала первый раз, и, конечно же, мне все очень понравилось На самом деле я не ожидала, что мы выиграем 3-0 И это очень приятно победить здесь Почувствовать себя, как будто бы ты игрок локомотива И, конечно, приятно получить лучшего игрока 8 команд бьются за победы в 4 разных дивизионах Условия попадания в суперфинал, турнирное положение, высокий рейтинг по сезону и статус «Наша команда» Это звание для коллективов, выступающих в лиге минимум 2 сезона Два первых места на счету новосибирцев по одному кубку Увозят кемеровчане и амичи Мы рады, что объединяя 14 городов из 6 регионов России У нас не просто доминируют новосибирцы Наоборот, они с трудом борются с теми, кто приезжает нам за многие сотни километров Для того, чтобы принимать участие в рейтингах Одна из сложностей настрой Если по ходу сезона коллективы проводят несколько матчей, то в суперфинале игра одна На незнакомой многим площадке Но для дружных коллективов это не проблема Это делает нашу жизнь более интересной, более красивой И наполняет еще какими-то смыслами То есть человек он многогранен и надо пробовать себя в разных ипостасях И нам нравится, что можно... у нас команда разновозрастная Есть кому за 20, кому за 30, кому за 40, мне уже за 50 Ну и мы нашли общий язык Главный международный турнир сезона по традиции пройдет в мае Кубок наций соберет команды из 8 стран мира Австралии, Японии, Болгарии, Франции, Киргизии, Казахстана, Польши и России Кубок наций пройдет 14 мая Напомню, в прошлом году обладателем трофея стала команда Казахстана Сотрудники ГИБДД сыграли в мини-футбол В Новосибирске прошел традиционный турнир памяти Александра Морозова Соревнования начинаются с общего построения На паркете одновременно все пять команд Уже через несколько минут они вступят в борьбу за кубок Турнир – дань памяти Александру Морозову Сотрудник ГИБДД погиб в 2000 году По решению руководства автоинспекции были созданы соревнования Среди подразделений регистрационной и экзаменационной работы Именно там работал Александр На каждом турнире присутствуют его родные Этот не исключение То, что этот турнир десятый в этом году То, что мы не забываем подвиг нашего сотрудника То, что забываем его близких и родных И участвуют представители именно той службы, в которой работал Александр Это говорит о том, что мы действительно помним нашего коллегу Помним родителей Ну и, конечно же, это совмещаем со спортивными соревнованиями Сильнейшего выявляют по круговой системе Регламент отличается от профессионального Все-таки на площадке любителей Поэтому два тайма по семь минут Однако думать, что команда собирается только раз в год Будет неправильно Это не просто раз в год мы собираем людей Люди тренируются Люди стараются выиграть кубок переходящий Они как бы за него Так что очень-очень стараются У нас хороший призовой фонд Как говорится, сюда То есть медали, грамоты У нас кубки То есть сегодня я на учет машины не поставлю А в среду, как мы знаем, неприемный день Лучшая команда получит не только переходящий кубок Но и возможность сразиться на мини-футбольной площадке С другими подразделениями Лучшая команда потом играет Лучшая команда стрелевых подразделений Это первый, второй полк И отдельная рота Лучшая команда потом с собой соревнуется Первые места разная команда занимается В зависимости от спортивной подготовки Но, скажу честно, мы готовились Серьезно подходили к этому турниру Победителем турнира в этом году Стала команда межрайонного отдела Технического надзора И регистрации автомототранспортных средств Номер два На этом выпуск завершен Подписывайтесь на аккаунт программы в инстаграме Там много интересного С вами была Кристина Лата До встречи Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Субтитров А.Семкин